Всем привет, с вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что концерты поддержавшего Украину Валерия Меладзе, который в Дубае выкрикнул, ну он не выкрикнул, прошептал, скажем так, продолжил националистическую речевку, отменяют в России один за одним. Концерт в Барнауле был отменен, сегодня отменен концерт в Иркутске. И кто-то удивляется еще, почему и что да как, а как может быть по-другому? Вообще, в принципе, мне кажется, что все концерты, наверное, должны быть отменены. Это мое субъективное оценочное мнение, конечно, но мне кажется, что по-другому, в принципе, и никак не может быть. Более того, сегодня тюменские депутаты обратились с просьбой лишить его, значит, заслуженного артиста. С моей точки зрения, это в целом должно работать уже отлаженно, как отлаженный механизм. Я уже говорил, что это они, я предлагаю это опыт других стран, запрет на въезд на 50 лет, арест счетов, недвижимости и лишение гражданства. Все. Другой раз люди подумают, говорить или нет, потому что в тех странах, в которых это действует, норма, она законодательно закреплена, получается, что люди думают, потому что скажет он сегодня, он у себя, так сказать, язык не поверит, что у себя на родине, потому что, наверное, они родину не считают, для них Россия прилавок, но он понимает, что он больше там денег не заработает, а для них самое главное золотой телец, поэтому для них это, в принципе, мерило, да, жизненных ценностей, поэтому подумают в следующий раз. А сейчас говори, не говори, спокойно можно приехать. И вот концерт в Иркутске тоже отменен, артист остался без выступлений. Ну, еще раз говорю, что выступление выступлениями, время идет, все забывается. Сейчас вот группа Би-2 собирается в 10 июня, 23 текущего года давать концерт в Лужниках, после того, как они сбежали и тоже здесь занавешивали черными тканями баннеры с логотипами, буквами операции. Поэтому у них у всех надежда на то, что время пройдет, все устаканится и можно будет вернуться. Вопрос в том, как отреагирует общество, как отреагирует... Понятно, что сейчас не совсем до этого, скажем так, да, но тем не менее, наверное, Минкульт тоже должен заниматься этим. Сегодня вот прорабатывается в Горгумии вопрос конфискации имущества части, части имущества уехавших россиян. Жесткие меры довольно-таки прорабатываются, они уже на стадии разработки, я думаю, что это будет принято, конечно, просто никто не ожидал, наверное, что это вот все будет происходить. Друзья, что думаете на все еще? С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересна ссылочка в закрепленном комментарии, описание видео для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна, новости, новости в формате 24 на 7, плюс мои ролики на остросоциальные и политические темы. Друзья, здесь на ютюбе, значит, есть тоже канал, называется Будда Гришна новости, он резервный, запасной, подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.